Привет, друзья! Меня зовут Андрей Плужник, и на этом канале вы увидите много интересного фото-видео и встретитесь с огромным количеством замечательных людей. Как раз сегодня мы в гостях у великолепного тату-мастера Елены Баски. Поехали! Как я узнала, что я сделала Дудя? Рассказываю всем. Я не могу на работу прийти с рукавами, например. Ну, ты сейчас так говоришь. Встретимся через год. Из школы вышла такая. Паника я кого-нибудь. Чурмел. Не поверишь. Чуть-чуть раньше, чем я вышла из школы. Так. Я продала свой первый BMX и купила тату-машинку. Сколько у тебя подписчиков? 66 — это ничто вообще по сравнению с нормальными блогерами. По сравнению со Стешей Маликовой. О, боже. А, кстати, Диму Маликова мы видели на корпоративе Додиале. Это просто, да. Он такой милаш. Сколько лет? 80? Ему вот так круто выглядит. Ему 47. Да? Чел, он снежак. Я обалдела. 80. Я тебя перебил, прости. Ты начала краскового. Я как красился. И продала BMX и значит... Вообще, раньше все началось. Я слушала группу Insane Clown Pass была такая. Володая. Да, когда мне было 13-14. И сделала первую татуировку себе с логотипом их звукозаписывающей компании. В салоне. Ты в салон делала? Нет. Ну, я пошла в салон, в котором я потом работала в итоге. Ну, так получилось через много лет. Вот. И сделала там первую татуировку. В тот момент я уже потихоньку колола пирсинг. Колола пирсинг на поклонке, на лестнице. Это тоже было. Вот. Плели мы косички. И что мы только не делали. Но, собственно, вот это все было-было-было. Потом в 17 лет встал вопрос, что делать, когда я вырасту, и куда идти поступать. Ну, слава богу, моя мама меня поддержала, она мне подарила. Я тогда как раз уже заработала на первое обучение именно пирсера, ну, чтобы была корочка. И в этом же колледже было, ну, обучение на тату-мастера. Вот. Мама мне подарила на день рождения это обучение. Прям спасибо моей маме. Вот. И я закончила. Уже поняла, что буду этим заниматься. У меня было денег, естественно, на машинку. Продала BMX. И купила первые машинки две себе. Испаяла себе блок из какого-то компьютерного блока, в общем. Тогда надо было паять, видимо. Вот. И потихоньку начала. Отработала там 33 года целой красоты. А потом меня вот позвали в тот салон, в котором я делала себе первую пирсинг. Вот. Видимо, хреново я выглядела, потому что с 18 лет же людям делала для пирсинг. А я себе сделала, получается, в четырнадцать с половиной первую. Почту так. Он сплоупомый. Она тебе паяла там и так далее. Конечно. Могу и сейчас тебе паять. Я иногда паяю. Ну, если дома что-то надо. Марго, кайкуешь от нашего разговора? Да. Она представляет, как много упустила, что не умеет паять. А, слушай, я посмотрела же твое интервью. Десять блоков вопросов. Да, да, да. Честно сказать, вот если бы я... Во-первых, твоя татуировка какая-то там самая прикольная. И вот если бы я вот так вот не знала, что они такие крутые, я бы, конечно, не пошла бы никому. Если бы не знала. Если бы не знала, ну да, если бы не знала, что они крутые, то не пошла бы, потому что как-то... Атмосфера не та? Вот мне интересно, ну-ка давай-ка обратно и... Не та. Для клиента вообще не ориентированные странички, это раз. А во-вторых... А он это еще меньше. Ну, как-то никакой жизни, во-первых, тоже нет на страничке. Какие-то картинки, 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 картинки. Ну, я безжаловку вкрашу, должна признаться. Ну, просто я, например, считаю, что татуировка – это заслуга двух, как бы, да, человека. Мастера и клиента. А большинство у нас все равно считают, что ты хост, как бы, лежи и не вяк. Если люди готовы к такому садамазу – окей, не вопрос. И таких много. Будем честны, там, да, как-то в тату-мире, не все мастера, которые в инстаграме суперзнаменитые, Ну, среди профессионалов, они вообще думают, что это, кто вообще? Вот не всегда по количеству подписчиков надо людей мерить. Ну, это правда. Там Дудай Лам, Дудай Лам, или там что-то на 20 подписчиков. Да, да, да. Уважаемый удаст. У некоторых мастеров есть продюсер. И это было, конечно, сюрпризом для многих старых мастеров. Ну, татуировщиков. Да, я понимаю. Что раз там кто-то дает интервью, и она говорит, ну да, я сидела в подвале в Питере, и как бы вот ко мне. Я начала делать девочку, и она говорит, а давай я тебя продвину, типа. Она начала продвигать, и сейчас там это суперстар. Ни в коем случае там не умаляет таланта, там, да, ты вообще возьми, попробуй сделать. Ну, просто типа все старые такие мастера, типа, кто вообще, откуда он там взялся этот человек. Ну, тут такой тоже момент. Я, например, просто, опять же, на аудитории, я, например, не готова сиськи показывать. Вот, еще один намешек. Выложил ты, значит, себя в труселях с утра, прикрытое немножко сверху, и понеслась тебе подключить. И как бы вот вопросики всегда возникали еще до появления наших инстаграм-звезд вообще про тату-мастеров женщин, которые выезжают на красоте. Все верно. Ну, не знаю, ну, как бы просто кто готов, не готов. Я вот не готова. Это не значит, что нужно вываливать сиськи, но что-то, или как-то красиво фотографироваться, или что-то где-то, оголить лодыжку там, или еще как-то. Просто это еще как подать, но тоже. Проблема в том, что сейчас очень много хороших мастеров старых, кто там по 20 лет работает, или не про себя, а про каких-то, ну, кто реально. Ну, и сколько ты такой? Я 14 лет. Ну, вот там, да, ну, они реально, вот у нас есть так, он реально круто делает Японию и так далее, но он как бы внутри не готов к условиям. Нового рынка. Да, да. Он не готов в простыне там себя выкладывать. И он проигрывает мастерам делать намного хуже. И вот это, конечно, грустно. Блин, откуда ты, откуда это? А тут сзади, вот оттуда. Сейчас медико намного важнее, чем установленный стрессор, потому что, например, даже вот Марго говорит, что выбирает, потому что по работам мастеров. То есть у тебя классный инстаграм, в общем, вся лента, да, не одна фоточка, а вся. Ну, я тоже понимаю, потому что, как бы, знаешь, если человек привык видеть качество, красивые фотографии, и все. Блин, ну, просто обывателю простому ты по-другому, если ты не подстраиваешься под рынок, ну, ты будешь на свою аудиторию какую-то работать, естественно, на знающих людей, но ты никогда шире не пойдешь. Но рынок изменяется, бизнес изменяется. Вот, это то, что я постоянно им говорю. Ну, что надо сыграть, надо редактировать, надо, надо. А очень сложно объяснить, если там спутирую собаку, там, с руком новым не научишь. Хороший пример, кстати, мы тут с Марго подсели на Дудя. Ой, а я была на корпоративе Дудя позавчера, да. Ты-то там делала инкадуги? Я же Дудю делала, да. А, да? А что ты ему делала? Я ему делала Данила под мышкой, потом российский флаг, вот сейчас за надписью Панк. Да, да, ладно, да. Слушай, а Данила, ну, как-то дурацко получилось, нет? Нет, мы как раз, ну, даже, как его, Лебедев сказал, что это лучшая татуировка у тебя, я думаю, капец. Как я узнала, что я сделала Дудя, рассказываю всем. Так, давай, это интересно. Короче, все такие, о, боже, Дудь, там, Ютуб надо смотреть. И я такая, ну, думаю, ну, ладно, надо, значит, надо. Включаю Ютуб, думаю, какая-то знакомая татуировка. Потом думаю, так, я же ее рисовала. Он думал, так, я же ее била, ты за это только не знала, кому ты била. Ну, это было там в 13-м, что ли, году, он тогда был на Матч ТВ или где-то там. Вот, а потом уже, как бы, я его узнала, и вот недавно, буквально зимой мы делали ему этот флаг в России. Прикольно. Да. Интересная история. Самое крутое в нем, то, что я ему делала, то есть, получается, почти пять лет назад татуировку, он помнит все, о чем мы разговаривали. Да, ну, это, видимо, когда... Блин, это журналист профессиональный, а не... Да, вообще просто, он такой, да, я же помню, ты занималась этим, и такая, что вообще. Очень крутое. На минимум, у нас все помнят, в больниках этих и так далее. Да, 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 вообще просто не надо, я фанусь, очень жалово. Вы знаете, мне вообще пофиг, есть человек, что делает человек до сеанса, а что делает после. Ну, потому что главное, чтобы не бухало и в грязи не валялось, ну, по-простому. Друзья, если это видео вам понравилось, обязательно лайкайте, подписывайтесь и комментируйте, если вы бы еще хотели увидеть интервью с Еленой, намного более подробное и интересное. Буквально на следующей неделе Елена запускает свой YouTube-канал, в котором она будет рассказывать уникальные вещи о тату, о искусстве тату, зачем это нужно, делиться своим опытом. Обязательно подписывайтесь на ее канал и ждите новых выпусков. Ссылка в описании.